Привет, друзья! Вот и настал день рассказать о вырезанных биомов игры Сабнаутика. В данном видео будет 8 больших биомов и 2 мини биома. Устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Долина ветвей. Долина ветвей – красивый биом, находящийся на глубине 100-300 метров, который окружают огромные корни морского дерева. Он относится к одному из самых безопасных биомов, в котором нет практически никаких хищников, кроме рыбы-бульдога. Само дерево находится в центре локации, а его корни, больше напоминающие ветви, радиально расходятся из центра. Они имеют большие размеры, а поэтому вырвались из земли и стали заполнять собой все пространство. На самих корнях обитает пластинчатый коралл и морские пиявки. Из полезных ресурсов тут можно найти золото, алмазы, опаловый самоцвет и кристалл настурана. Полный список существ указан в таблице, но, как уже говорилось выше, это мирные существа, не представляющие для игрока никакой угрозы. Столбы тишины Столбы тишины – это обширное поле, пронизанное карстовыми воронками, извергающими вертикальные потоки кислотного газа. Биом находится на глубине 800-1200 метров и, по всей видимости, имеет связь с затерянной рекой, так как в потоках газа можно увидеть кости существ, аналогичных по своей структуре и природе с таковыми из реки. Газовые столбы очень опасны для игрока и даже в укрепленном костюме ныряльщика в них можно продержаться не больше минуты. Представители фауны, обитающей здесь, адаптировались к агрессивным условиям внешней среды, выработав мощнейшую панцирную защиту по всему телу. Например, как это сделал чрево-тюлень. А также, сделав ядовитый газ частью своего организма, как это сделала газовая черепаха – единственный представитель существ класса Левиафан в этом биоме. В биоме есть алмазы с золотом, но опять-таки они этого не стоят. Выбирайтесь оттуда как можно скорее. Цветочная равнина. Это еще один поверхностный биом, расположенный на уровне 100-350 метров, отличительной особенностью которого является наличие древесных цветов. Они занимают основную его площадь и все благодаря особым микроорганизмам, которые обитают в почве и находятся с цветами в комменсалистических отношениях, удобряя для них почву. В биоме нет пещер, а сама его поверхность равнинна и лишена каких-либо возвышенностей. Присутствуют небольшие выпуклости возле растений и маленькие углубления за ними, но совсем незначительные. Биом богат на литий со свинцом, а также такие нужные в электрических схемах и проводке металлы, как золото и серебро. Фауна биома имеет среднюю степень опасности, главным образом за счет челюстной пираньи, которая здесь обитает и охотится. Есть существо класса левиафан в виде медузного угря левиафана, но он мирный. Море столбов Море столбов – биом, представляющий из себя скопление каменных столбов, верхушки которых выталкиваются вулканическим давлением вверх. Это еще один глубоководный биом, находящийся на глубине тысяча метров. Каждый столб представляет из себя мини-вулкан, в центре которого проходит узкий и длинный кратер. Спустя некоторое время содержимое кратера каменеет, а затем резко выбрасывается вверх. В этих местах очень высокая температура, так что здесь, так же как и в столбах тишины, нечего делать без укрепленного костюма ныряльщика. Кроме того, мелкий и крупный транспорт здесь рискует получить значительные повреждения в связи с постоянным каменным обстрелом. Не говоря уже о рядовом игроке, у которого за раз сносится половина здоровья при должной экипировке. Ведь каменные снаряды сами по себе тяжелые, так еще и выбрасываются с огромной скоростью. Биом является местом обитания панцирного змея класса Левиафан, а также единственным местом прорастания опалового дуба, с которого можно получить редчайший опаловый самоцвет. Тихая гавань. Тихая гавань – биом, состоящий из над и подводной частей. Его глубина достигает 350 метров. Надводная часть представлена скоплением нескольких островков небольших размеров. Подводная часть биома представлена широким разнообразием флоры, среди которых выделяются гигантских размеров актини и гелеобразные мешочки. Вода в этом месте имеет характерный изумрудный оттенок. В этом биоме почти нет опасных существ. Это еще один мирный биом, который населяют такие представители мелкой фауны, как медузная юла, панцирь, трехглазик и другие. Специфическим левиафаном для данного биома является луна-левиафан, который, несмотря на свои внушительные размеры, абсолютно безопасен для игрока. Область богата литием, так необходимого для создания мелкого и крупного транспорта. Единственным неприятным моментом для странника будут скопления ведьминого когтя, который может нанести незначительный урон. По большей части моральный. Черное поле. Черное поле – местность, находящаяся на глубине тысяча метров и ниже. По своей концепции чем-то напоминает мертвую зону. Весь биом окутывает густое вещество по своей консистенции и внешнему виду, похожее на тушь или чернила, которая создает нулевую видимость. Чтобы видеть хоть что-то или хотя бы не врезаться в скалы в этой местности, вам нужно обязательно сделать гидролокатор на ваш транспорт. Существа, живущие в этом биоме, научились видеть через непроглядную тьму, используя эхолокацию и развив прочие сенсорные системы до предела. Для нас, как для существ, на 80% полагающихся на собственное зрение данный биом подобен погибели. Все хищники здесь покровительственны окраски черного цвета. Черное поле является самым опасным биомом на планете. Во-первых, из-за магнитных звезд, которые могут в один момент поглотить все живое на своем пути. А во-вторых, из-за пожирателя морей. Если вы забыли, как выглядит этот левиафан, то вот. Ледяной лес. Этот наикрасивейший биом, находящийся на глубине тысяча-полторы тысячи метров, состоит из переплетающихся огромных и светящихся изнутри колонн льда. По своей сути, он является огромной снежной пещерой, где просто невозможно перемещаться без утепленного костюма ныряльщика. В самих ледяных колоннах содержатся микроорганизмы, которые обладают биолюминесценцией и дают льду характерное манящее свечение. Но кажущаяся на первый взгляд красота биома, обманчиво. Он является местом обитания светящегося левиафана, который скрывается среди колонн и погубит вас при любой подвернувшейся возможности. Несмотря на такие богатства, как алмазы, ртутную руду и литий, быть в нем чисто из-за ресурсов крайне не рекомендуется в связи с высоким риском и нецелесообразностью. Фауна биома представлена преимущественно воздушным грибом. Бирюзовые скалы. Этот мини-биом является проходом в черное поле. Примерно так же, как древесная бухта в затерянной реке. Находится он на уровне 1000 метров и буквально всем своим видом говорит, что нечего нам здесь делать. Он состоит из двух тектонических плит, которые могут сдвигаться и раздвигаться. Триггерным элементом для них является звук. Если вы сделаете хоть один резкий звук или же ударитесь о скалы, то непременно погибнете, так как плиты начнут резко закрываться. Сами скалы имеют характерный бирюзовый цвет. С другими такими скалами точно не перепудайте. Сам проход имеет достаточно места, чтобы пропустить циклоп или же одиссей. Но вот акули с драконисом явно придется не сладко и будет нужно проявить все свое мастерство пилотирования, чтобы протиснуться. Если желаете отправиться в последнее плавание и узнать, что же находится на глубине бездны, бирюзовые скалы – отличное решение. Светлая бездна. Этот биом просто поражает своим дуализмом. Он одновременно светлый и темный, красивый и ужасный, завораживающий и отталкивающий. Находится он на глубине 1100 метров и напоминает классическую сеть пещер, однако гораздо больших размеров. В этом биоме практически нет растительности, кроме огромных коралловых чаш. В нем обитают всего два существа. Это зараженный левиафан, который научился использовать бактерии Хара в своих хищнических целях, и морской летун. Морские летуны – это создания, чем-то напоминающие по своей форме летучих мышей, которые очень любят цепляться за потолок и спать на нем. Кроме опасностей в виде хищников, в светлой бездне опасен и сам потолок, с которого довольно часто отваливаются куски пещер, и которые могут нанести серьезные повреждения транспорту. На ресурсы данный биом не особо богат, в нем имеется только золото, литий и титан. И если ваша цель не вступить в неравный бой с зараженным левиафаном, то лучше обходите биом стороной. Быстрые течения Сверхбыстрые потоки являются не столько биомом, сколько аномалией, состоящей из ламинарно направленных водных завихрений, которые могут направить вас или вашу субмарину в абсолютно любом, а порой даже и вовсе неизвестном направлении. Это большие водные преграды, которые появляются неожиданно, однако их можно заметить издалека, если они не появились во время вашего плавания. Сверхбыстрые потоки появляются абсолютно во всех биомах без исключения, начиная тихой гаванью с долиной ветвей и заканчивая черным полем с морем столбов. Игрок не сможет выплыть из столь стремительных потоков, однако субмарина Циклоп имеет шанс на успех. Для этого необходимо поставить двигатель на полную и направить корпус в боковую сторону. Если хотите, можете и не выплывать, отдавшись на волю потокам. В конце пути вы узнаете, что они для вас приготовили. Это может быть как залежи драгоценных ресурсов, так и пасть огромного зверя. Как сложится удача. На этом все, друзья. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Буду признателен за ваши лайки, комментарии и подписки. Если мы по-быстрому наберем тысячу лайков, то на этой неделе будет еще одно видео по игре. Сценарий для него уже написан. С вами был канал Играриум. До новых встреч!